всем привет друзья вы находитесь на канале пирофокс тему для этого видеоролика я достаточно долго обдумывал чтобы мне такого интересного для вас заснять роман киричук помог мне определиться что мы будем с вами получать то есть нитрат но какого металла именно спросите вы думаю по обложке было понятно какой же мы нитрат будем получать но с этим вопросом не помог разобраться степан лапин он предложил сначала получить карбонат калия из золы как это сделал той соль на своем канале в старом видеоролике он взял обычную золу залил ее водой профильтровав он получил фильтрат который вы паре получив тем самым карбонат калия но я сомневаюсь в его чистоте я решил пойти другим путем и не получать тот самый карбонат калия я подумал что данный метод достаточно скучный нудный долгие не экономичный откуда я столько дров возьму и где это все буду сжечь а пепел нигде не купишь ну сто процентов оттуда килограмма даже не выйдет но в этом видеоролике я вам покажу другой способ получения калевой селитры для этого нам понадобится емкость у меня это как всегда моя любимая банка берем для этого весы включаем их теперь устанавливаем нашу банку и так теперь дорогие друзья аннулируем вес нашей банки и будем взвешивать два очень простых реактива которые можно купить в садовом магазине первым реактивом является сульфат калия это собственно всем привычный какой-то белый порошок а также второй реактив который можно купить там же это нитрат кальция то есть кальциевая селитра извиняюсь что трогаю голыми руками первым будем взвешивать нитрат кальция его нам понадобится 150 граммов ровно 150 граммов нитрата кальция было взвешено теперь аннулируем вес и сюда же будем насыпать сульфата калия тоже 150 грамм я перфекционист поэтому все ровненько теперь наливаем сюда теплые водички налив сюда воды начинается медленная реакция при которой нитрат кальция обменивается с сульфатом калия то есть реакция обмена данный раствор стал грязным ну собственно виноват тут конечно же я потому что использовал сульфат калия который купил садовом магазине ведь удобрения там никогда не бывают чистыми фу откуда там эти мелкие угольки я подумал и перелил всю жидкость добавив воды в данную двухлитровую банку в ту банку не поместилось то количество воды которое я предполагал изначально налить в емкость я подумал что данной кружки воды мне вполне хватит но не тут то было правда даже не знаю вроде она и не двухлитровый а трех и впрочем не важно по уже можно видеть то как жидкость расслаивается в осадок выпадает нерастворимый сульфат кальция и поэтому данную жидкость нужно оставить на подольше чтобы весь сульфат кальция выпал в осадок а нитрат калия остался в растворе я же оставлю данную смесь ну на подольше чтобы наверняка чтобы все хорошо расслоилась и раствор был кристально чистый прошло полчаса раствор меня немного расстраивает поскольку он вот такой мутный но за кадром и я все профильтрую и раствор будет кристально чистый дорогие друзья давайте я вернусь к вам когда полностью выпарю и получу уже собственно кристаллы сейчас я выпарил жидкость и получил перенасыщенный раствор нитрата калия как вы видите я поставил данную жидкость на охлаждение чтобы выпали вот такие вот кристаллы нитрата калия получились вот такие вот очень красивые кристаллы положил данные кристаллы на три бумажки чтобы сравнить первый это самые верхние кристаллы которые смог выковырять пинцетом вторые это уже те что были ну достаточно красивые и достаточно прозрачные но больше всего мне разочаровал данный нижний слой он получился до достаточно желтоватый но я думаю это и повлияет на наш общий продукт который мы в скором времени будем взвешивать но теперь данным кристаллам нужно дать хорошенько просушиться я думаю это не заставит большого труда но это на самом деле было не так и так давайте уже отправлю их сушиться и посмотрим через некоторое время как они будут выглядеть прошло целых три дня я достаточно долго сушил данные кристаллы как вы видите они такие достаточно желтоватые значит не совсем чистые они не ли не прилипают уже к моей палочке и не прилипают бумаги то есть достаточно хорошо высохли теперь дорогие друзья давайте мы взвесим тот продукт который мы с вами получили и так я взял те же самые весы положил на них вот такой вот красную крышечку аннулировал ее вес ну и теперь остается лишь только взвесить и так высыпаем наши кристаллы нитрата калия и так высыпав абсолютно все что у нас есть я получаю 55 граммов нитрата калия мне кажется это достаточно мало поскольку я использовал 150 граммов сульфата калия и 150 граммов нитрата кальция давайте же мы их испытаем испытывать дорогие друзья я буду нитрат калия с сахаром измельчив он получил какой-то вот такой желтоватый оттенок поджигать данную смесь буду реакции перманганата калия с глицерином дорогие друзья сейчас я его насыпал сделаю углубление капну капелькой глицерина и отойду на безопасное расстояние берем наш глицерин и собственно капаем капелькой и отходим на безопасное расстояние так как со временем начнется очень бурная экзотермическая реакция которая в конце завершается самовоспламенением как раз таки данное самовоспламенение и подожжет нашу смесь нитрата калия с сахаром могу подтвердить наличие ионов калия который окрасит пламя в розовый цвет получилось достаточно впечатляющие но возможно неправильные пропорции далее медленное сгорание чтобы доказать вам и себе что тут у нас с вами есть нитрат я капну наш полученный нитрат калия концентрированной серной кислоты который получал в предыдущем видеоролике капаем пару капель на наш нитрат калия и ждем мне пришлось ждать долго так как я не додумался ну просто нагреть данную смесь для ускорения выделения паров диоксида азота мне пришлось ускорить hf12x периодически можно наблюдать вот такие вот бурые пары которые еще можно видеть над всякими заводами и у меня они уносились с попутным ветром подсыпли еще немного кристаллов на этом моменте их как раз таки даже еще лучше видно что уже во многий раз доказывает что у нас с вами тут имеется соль именно азотной кислоты то есть нитрат а именно калия вот такой вот n o2 это уже тест смеси сахара и нитрата калия когда я очень хорошо просушил нитрат калия дорогие друзья вот такой получился видеоролик я думаю вам понравилось получил дорогие друзья сегодня я вот такие вот кристаллы нитрата калия вот мы их с вами испытали вот достаточно реактивно способный у нас получился чистый нитрат калия но дорогие друзья есть одно но когда я испытывал его с сахаром он был дорогие друзья слишком влажным из-за чего реакция шла достаточно медленно поэтому дорогие друзья не спешите смешивать данные кристаллы с сахаром или там с чем вы хотите потому что реакция идти будет очень медленно и вообще содержание влаги здесь где-то наверное процентов 10-15 поэтому лучше еще раз дорогие друзья их высушить и тогда уже использовать я думаю вам понравилось обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами был пирофокс всем пока пока